Жители сразу четырех сел Туркестанской области страдают от жажды. Сельчане неделями живут без воды, потому что местные животноводы направляют ее на нужды домашнего скота. Люди просят вмешаться в ситуацию чиновников. Рауль Габитов с подробностями. Каждое лето в селе Генбекши Казгурского района наступает засуха. Чистую воду здесь подают раз в неделю, поэтому местные жители максимально ее экономят. Живительную влагу они хранят в бидонах и стараются не пролить ни капли. Мы несколько дней живем без питьевой воды. Скот к чистой воде не подпускаем, так как ее с трудом хватает семье. Поить животных приходится из колодца. Когда в 2011 году в ауле появился новый водопровод, все сначала вздохнули с облегчением. Но потом поняли, что мечты рухнули. Вода так и не пришла. Воду мы получаем согласно графику. Раз в три дня. Хотелось бы, чтобы живительная влага поступала бесперебойно, чтобы использовать ее сколько необходимо. Зато у животноводов вода в избытке. Они сделали отверстие в трубах и откачивают ее прямо из водопровода. Тем, кто разводит скот, за счет государства пробурили артезианские скважины. Но их эксплуатация требует затрат. Поэтому крестьяне предпочитают добывать живительную влагу самым простым способом, говорят сельчане. Похожая ситуация и в селе Козелдала, что в 55 километрах от районного центра. Здесь чистой питьевой воды не было около месяца. Мы пьем одну воду со скотом. Используем ее и для приготовления пищи. Сейчас у многих в ауле расстройство кишечника. Возможно, это из-за воды. Вода в села поступает из родникового источника. Поэтому закономерно, что летом она в дефиците. Чтобы жители получали живительную влагу круглосуточно, необходимо бурить скважину, говорят коммунальщики. Пока все, что мы можем, это подавать воду из родника. Заявка для бурения скважины подана. Если она появится, вопрос питьевой воды решится в трех селах. Мы проводили встречу с жителями и пообещали решить проблему. Сейчас в этих аулах работает группа специалистов. Если есть абоненты, незаконно подключившиеся к водопроводу, их обязательно отключат. Мы провели беседу и с животноводами. В этом году питьевую воду получат 8 населенных пунктов Казыгуртского района. Между тем, жители 17 сел из 64 до сих пор ждут подключения к водопроводу. Рауль Габитов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар, 24, Туркестанская область. Рауль Габитов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар, 24, Туркестанская область. Рауль Габитов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар, 24, Туркестанская область.